Вот, друзья, я вам обещала показать Юриир. Это та часть, которая считается не совсем современной. Так вот она выглядит. В принципе, в Сейхане тоже есть такие районы. Вот это рынок. Продают рыбу в такую жару, даже странно. Просто послушайте это. Пока нет машин. Ребята, мы едем на завтрак. И я не смогла проехать мимо вот этой красоты. Ну что, я полезла. Они, правда, еще не созрели. На что надо едем пойти? Это как вот, знаю, специально сделали для любителей фотографироваться. Такой насыпь здесь. Вот что не сделаешь ради красивого фото. Вот она такая вот работа блогера, понимаете? Сейчас меня змея укусит. Еще кто-нибудь укусит. Я хочу сфотографировать, чтобы вот было видно. Ну, не видно. Ну, ладно. Так красиво. Ай-Чичек будет по-турецки подсолнух. Ай-это луна. Чичек-цветок. Ай-о-бой. 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 Я хочу сфотографировать. Далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 у меня муж там сидит завтракает я наелась уже с новым годом кстати мы пока доехали пока туда пока сюда в итоге поели часов в 11 ближе как обычно маша с грязным лицом мы поели часов 11 но с утра я съела кусочек хлеба чтобы совсем где-нибудь не откинуться и знаете сейчас я поела и мне такое ощущение что я просто захмелела вот такое чувство потрясающе то ли от воздуха то ли от еды я бы здесь осталось жить вот сижу под гранатовым деревом кустиком точнее и думаю разве могла бы я подумать что я когда-нибудь окажусь здесь никогда в жизни даже не планировала жить в турции проверим мой телефон на стабилизацию в общем что я вам хочу сказать очень классное место очень рекомендую если вдруг вы захотите сюда попасть я постараюсь узнать контакты и напишу вам где мы были если конечно хозяин будет не против настолько чисто вот настолько чисто настолько идеально были разложены все тарелочки вилочки ложечки видно что очень чистая аккуратная тетушка работает на кухне обычно подают яйца на турецкий завтрак каких-то очень маленьких количествах я заметила вот всяких вот оливочек маслиночек вареница много всего этих маленьких баночек а яиц подает бывает так что на троих два яйца как-то вот полтора а здесь принесли все в таких количествах яиц не пожалели что вы даже не доели вот но это уже знаете детали это я так уже жалуюсь да на особенности турецкого завтрака на самом деле все замечательно сейчас сижу на качелях качаюсь думаю включу к я интернет потыкаться по привычке вот зачем непонятно просто вы привычки что вы думаете здесь не ловят интернет это супер в таких местах надо отдыхать без интернета но с телефоном зато со съемочками но здесь на самом деле есть интернет просто едешь он-то появляется то пропадает то появляется то пропадает потому что если здесь походить с телефоном то кое-где его думаю можно будет поймать как же я люблю природу знаете я полюбила природу последние года два назад наверное раньше я вообще считала что городской житель хотя наверно по-прежнему ему являюсь и наверное я не думаю что смогла бы жить где-нибудь в деревне постоянно хотя как знать но на данный момент жизни наверное я бы все-таки выбрала город но я так люблю природу я без нее не могу вот у меня основной источник силы это природа зелень деревья цветы я очень подзаряжаюсь от аромата вот хвой особенно эвкалиптов посмотрите вот это вот все клубники я сейчас поближе подаду вам покажу здесь растет клубника вот уже завязываются мое завязываются гранатики маленький смотрите цветочки и одновременно плоды появляются они поспеют зимой вот цветочки клубника будут но и вид будут любят для бертон все сорвали а нет есть клубничка сливы это как автор все это Так. Комит. Берегите. Очень вкусно. Очень вкусно! Да! Берегите. Берегите. Берегите, да. Берегите. Берегите. вот так вот называется место здесь я вывеска вот все вот эти вот места для завтраков они очень неприметные они находятся чуть вглубь от дороги знаешь что у него тут с телефоном он ждет вас по выходным можно в принципе здесь готовить мясо но свое то есть кивап они не подают можно приехать мясом рядом здесь такой вот лес знаете место маленькая миленькая в принципе ничего особенного в нем нет просто мне понравилось как нас встретили как нас накормили тихо спокойно без толп мы позавтракали и у нас завтрак плавно перетекающий в обед муж говорит теперь надо говорить поесть еще что-то мы не захотели возвращаться домой едем в еще одно еще одно место алада мильный парк я хочу шелали я хочу водопад какой-нибудь да я знаю что сейчас многие зададут мне вопрос почему вы не поехали на море мы не любим жарится на солнце ребят мы больше любим горы мы больше любим природу мы любим море но мы не любим жарится на солнце на море лучше всего находиться когда либо ран утром либо вечером у нас домой надо хорошего пляжа где-то наверное около двух часов езды поэтому смысла не очень смысл не очень имеется да скажем так вот можно было бы конечно съездить на море искупаться а потом поехать еще что-нибудь посмотреть на просто вот такой соленый в купальне где знаете гулять не очень приятно возможно вы меня сейчас убьете вообще те кто не попал в отпуск в этом году вам все это непонятно совершенно но когда ты здесь живешь немножечко меняются приоритеты что ли немножечко как-то восприятие мира меняется и ты уже становишься не таким голодным до этого моря ты знаешь что оно есть и всегда ты можешь на него попасть вот я воду очень люблю море очень люблю но именно в прохладе прохладу обожаю а жарится на солнце нет поэтому водопад и горы